Родильное отделение. За полгода на свет здесь появилось уже около двух тысяч малышей. В каких условиях, замминистра увидела лично. 11 родильных залов, каждый из которых оснащен современным оборудованием. Вот это реанимационное оборудование. Каждый родзал оснащен именно такой открытой реанимационной системой. Ну, то есть она по последнему, можно сказать, слову техники. А это отделение, куда женщины поступают после родов. Для каждой мамочки своя палата. Насколько это удобно, рассказала жительница поселка Кирба Наталья Котлерова. Она стала мамой в четвертый раз. Мне очень понравилось, что палаты отдельные, то есть прям оборудование, что и для ребятишек отношения. В принципе, отношения. Но троих рожала, есть с чем сравнить? Да, а где рожали-то до этого? В майно? Да, в соединок. Рожать в перинатальный центр приезжают пациентки со всей Хакайсии юга Красноярского края. К примеру, Людмила Ефименко из Минусинска. По семейным обстоятельствам вынуждена выхаживать своего внука. Кстати, 15-го по счету. Малыш родился недоношенным, весил всего лишь 900 граммов. Как здесь условия у нас? Если у вас столько внуков, вы знаете все тогда? Да, ну по сравнению с нашим внушенчиком, это здесь идеально. В прошлом году в Хакайсии на свет появилось 54 ребенка с экстремальной массой тела. Выхаживать таких малюток помогают специальные мобильные кувезы. Мамы практически все время рядом. Дети получают грудное молоко. Осмотрев все отделения перинатального центра, заместитель министра Наталья Хорова отметила достойный уровень оказания здесь медпомощи. Ну а следующим пунктом визита гостей стала Абаканская детская поликлиника. Одна из самых загруженных в столице Хакайсии. Чтобы справиться с наплывом пациентов, здесь создан специальный колл-центр. Операторы дают консультации, принимают вызовы на дом, записывают на прием к врачам. Вы записаны на 12-30, 20-го марта, 29-й участок. Чем-то могу вам еще помочь? Все данные автоматически поступают к медикам. Открыв специальную программу, педиатр видит, сколько пациентов стоит в очереди на прием. Представители федерального Минздрава пообщались и с коллегами, и с родителями маленьких пациентов. Отзывы положительные. В ходе рабочего визита московские гости также осмотрели резбольницу и поликлинику в поселке Черемушки. Ольга Камзылакова, Павел Коржов, РТС.